...призерка чемпионата Европы 2018 года. Так что это уже третий финал у этих девушек. И сразу рычаг коленосостойки, переход. Дальше идет на учмение икроножной мышцы Лера. Это видно. Встает Анна Приенко, свисток. Бригада судей Дмитрий Редин, руководитель. Тропин, боковой арбитр. И Ольга Екатерина Гольберг, боковой судья. Зацеп голенью. Анисимова резко начала поединок. Очень активно борется. Возможно, есть расчет на возраст на Приенко. Что 5 минут на Приенко может не выдержать такого темпа. Вот зацеп голенью и ножку прихватила. Оценки не было. Ничем не коснулась Анна Приенко. Ни ликодицами, ни боком. Замечание у Екатерины висит за пассивное ведение борьбы. Ну, тут неудивительно. Валерия, конечно, мы видели, сколько атак провела уже за эту минуту, которая даже еще не истекла. Только истекает. Набрасывается захватом Анна Приенко. Уже с колен делает заднюю подножку. Когда Анисимова была на коленях, этой оценки здесь не будет. А Анисимова тут же переходит на рычаг локтя. Вот здесь Анна Приенко сначала делала зацеп, а потом ушла в заднюю подножку. Но задняя подножка была уже с колен. Продолжение следует... И опять в партере Анисимова старается сделать атаку. В общем-то, Анисимова, Валера, действительно в партере хорошо борется. У нее это сильная сторона. И вообще она хорошо тактически подготовлена. Знает, в каком месте атаковать, в каком месте отойти назад. И вот она сейчас с помощью своей, в общем-то, выбранной тактики заработала предупреждение. Наказали Екатерину Анна Приенко за пассивное ведение борьбы второй раз. И это уже предупреждение 1-0. О чем-то предупредил арбитр Анисимова. Только он знает и Анисимова о чем. Нам не слышно. Рычаг колена со стойки, в общем-то, не привел к тому, что она сбила свою соперницу в партер. И судьи переглядывают сейчас между собой. Да, переглядываются и делают замечания. В общем-то, расценили этот переход как ложная атака. И, скорее всего, в предыдущем эпизоде арбитр именно об этом я и говорил. Если будут вот такие атаки похожие, то будем теперь наказывать тебя. И вот, действительно, наказали Анна Анисимова. Замечание у нее висит. На Приенко достаточно, в общем-то, проявить активность. И будут наказывать красную. Пока что захват Кати выбирает. Зацеп голенью под одноименную ногу. Показывает всем видом Кати, да, что стягивает. И сейчас я опять вот наблюдаю, пока видеоповтор идет, что арбитр опять начинает говорить о том, что Анисимову, что нельзя так бороться. Что надо, если уж переводишь борьбу в партер, то, конечно же, надо соперника уверенно сбивать и садиться на болевой. То, что мы сейчас с вами видим, да, это попытка переведения борьбы. Но синий все контролирует и остается в стойке. Вновь скользят девушки. Полтора минуты осталось бороться. Вот проскользнула нога сначала у красной, потом у синей было видно. Особенно скользкий ковер, видимо, за красной зоной. Рычаг колена за красной зоной, особенно скользкий. Именно там чаще всего мы наблюдаем вот эти проскальзывания. Зацеп голенью под одноименную ногу изнутри. И рычаг колена. Тут же идет атака. В данном случае комбинация была, ну, хоть она не удалась там завершить болевой прием, но тем не менее мы видим, что в партер переводят Анисимову в свою соперницу. Это уже нельзя расценивать как ложную атаку. Вот. На данный момент опять начинают переглядываться судьи, да, и делают замечание. Потому что предыдущий, вот видите, синий полностью сохранил равновесие. И оценивается, конечно, как ложная атака в данном случае. Это действие. И наказывается за пассивное ведение борьбы, за ложную атаку проведения. Красная. Теперь 1-0 повела. То есть 1-1 по последнему техническому действию. Точнее, по последнему предупреждению схватку теперь повела Екатерина Анаприенко. Вот она, в общем-то, никуда не суетилась, не торопясь. Сначала она ее проигрывала. Боролась, в общем-то, по большому счету в том же темпе, в том же ритме. Здесь она переходила на общем линии короножной мышцы. В том же темпе боролась и уже стала выигрывать. Сначала она проигрывала, теперь выигрывает. Очень любопытный такой момент. Даже не прибавила, по большому счету, она в активности в своей по схватке. А из проигравшей вышла победительницей. Но бороться еще 38 секунд. Посмотрим, чем выйдет, чем закончится. Вот опять атака Анисимова на рычаг колена. Но здесь вот Анаприенко коснулась рукой ковра, поэтому это никак не ложная атака. Вот опять зацеп голенью под одноименную ногу. Контрит ее ловит на выходе Катя. Оценки здесь не будет. И спартера движение было закончено. Хотя вот положение стойки мы видим. А, вот на колене сначала, да, и с колен уже скрутило. Да, поэтому нет оценки. Вот Катя начинает добавлять в конце. Еще мощнее входит в приемы. Еще один балл зарабатывает. 8 секунд 7. Остается бороться. Не отпускает Анисимову в партере. Валерия встает, но время встречи.